Ранда Фами живет в Вашингтоне и занимается политикой уже более 30 лет. В прошлом она работала в Министерстве энергетики при администрации Джорджа Буша-младшего. Сейчас возглавляет собственную консалтинговую компанию по политическим и юридическим вопросам. Но за всю свою карьеру она так и не нашла ответа на один вопрос. Почему политики не уделяют достаточного внимания погашению госдолга США? Решив, что так больше продолжаться не может, Фами взяла инициативу в свои руки. Прямо в разгар последних президентских выборов она основала собственный косметический бренд – Makeup Америка. Свою линию декоративной косметики она называет патриотической и не только из-за дизайна упаковки. Я решила, что буду перечислять по одному доллару от продажи каждого продукта на погашение госдолга. Я обсудила эту идею с Министерством финансов, и они ее приняли. И вот моей компании уже два года. За последний год на погашение долга Фами перевела более 600 долларов. Сумма небольшая, учитывая, что сам долг почти 22 триллиона долларов. Но самое главное для Фами – донести до американцев, что абсолютно каждый может принять участие в решении проблемы, просто выписав чек на любую сумму и отправив его на адрес Министерства финансов. Это повышает осведомленность людей о проблеме национального долга. Он растет и растет, но никто ничего не предпринимает. Я надеюсь, что моему примеру последуют и другие. Кока-кола может начнет отдавать по 25 центов от продажи каждой бутылки. Или Форд будет перечислять 25 долларов за каждую проданную машину. Чтобы наши политики, демократы-республиканцы, наконец начали обращать внимание на это, как я считаю, критическое положение. Производство многих американских косметических брендов находится вовсе не в США, а за границей – в Китае, Корее или в Европе. Ранда решила быть патриотом до конца и оправдать название своей компании. Поэтому все ее продукты производятся только в Америке. Да, это получается дороже. Но я выступаю за продвижение американской индустрии, за рост рабочих мест и за безопасную окружающую среду. Сейчас Фами готовится к различным новым проектам, а также к летней Олимпиаде в следующем году. Своей косметикой она собирается обеспечить американских атлетов. Ну и, конечно, в планах по-прежнему спасать красотой. Если не весь мир, то хотя бы финансы США. Для меня американская красота – это независимость, свобода, этническое разнообразие. Это и есть Америка. Это то, что я отображаю в своем бренде. Карина Бафраджан, Андрей Дегтярев. Настоящее время Америка. Вашингтон.